Девушки отдыхают Шалом, дорогие друзья! Сегодняшняя наша передача посвящена очень интересному гостю. Инна Георг, пастырь еврейской мессианской общины Бейт-Симха, город Черновце. Инна у нас очень особенный пастырь. Пастырь, который считает, что необходимо образование. Пастырь, который считает, что женщина в еврейском мессианском служении может занимать, в принципе, любую позицию, в том числе и пастырскую. И мы знаем, что это не так уж сильно распространено. И мы понимаем, что женщина-пастырь, это связано с потрясениями, с вызовами, с определенными шаблонами того, как люди смотрят вообще на это служение. А здесь пастырь, который еще и учится, и учит других. Нам будет очень интересно, если бы ты поделилась больше о своем опыте, прохождении этого пути ученичества, учебы. Почему ты решила учиться? Ну, во-первых, это собственный голод. Я пришла в своем служении к такому месту, где вопросов у меня было очень много, ответов я не могла получить в своем окружении. И достаточно долго я смирялась с этой ситуацией и даже какое-то время считала, что у меня проблемы на самом деле. Потому что вопросы, которые меня учат, теологические вопросы, не о том, где взять новый рецепт для нового блюда. Это теологические вопросы. Я сталкивалась с тем, что люди, которые веруют и горят для Бога, потом оказываются где-то на обочине относительно своих отношений с Богом, оставляют служение. Ну, я встречалась с разными вещами, на которые у меня не было ответов. И мне они нужны были. Я их задавала. Сдавала своим друзьям, задавала знакомым служителям. И странная реакция. Длительный период реакция была такова, очень похожа, одинаково практически у всех моих друзей и братьев. Это замешательство, вопрос в глазах, о чем ты говоришь и зачем тебе это нужно. И потом какая-нибудь шутка, красивый съезд, заканчивавший разговор. И от этого становилось только хуже. Потому что я начинала думать, что у меня какие-то серьезные проблемы. Я задаю дурацкие вопросы. Все люди живут, люди как люди. Никто не интересуется, но меня это мучает. И думаю, пойду-ка я куда-то поучусь от горя. От того, что куда-то подамся я в какое-нибудь другое место, где меня не знают. Но не было сложно. Я так понимаю, что приход, в общем-то, в учебное заведение, в семинарию. Я знаю, что в некоторых семинариях это очень особенно, когда женщина приходит и говорит, я вот хочу быть вот здесь, я хочу быть богословом, научите меня. Обычно говорят, ну да, вот факультет детского служения у нас вот здесь уже начал свое обучение. Вы можете присоединиться, например, к женскому служению. А ты говоришь, нет-нет-нет, пожалуйста, я хочу быть настоящим богословом. Я действительно хочу получить полностью всю ту программу, которая вот есть для всех. Не встречала ли ты сложности в эти моменты? Мне, наверное, повезло с семинарией, потому что ничего подобного я там не увидела и не услышала. Там задавали вопросы, почему вы здесь хотите быть. То есть не было такого предвзятого отношения, что если ты женщина, то, в общем-то, не должна этому учиться. Нет, я думаю, что если бы такое было бы отношение или такая ментальность, то, наверное, мне бы там не было интересно. Ну, а если вот вспомнить весь процесс обучения, безусловно, вы сталкивались с разными учителями, разными группами. И вот что-то было ли такое, что говорила, вот, что ты здесь делаешь? Ты же женщина. Ну, во-первых, сами же студенты. Допустим, класс, в котором я оказалась, там достаточно много пострей было. Достаточно много. Даже, я думаю, наверное, большая часть. Я могу предположить, какое основное место Писания тебя спрашивали для толкования, да? Это жене непозволительно учить. Ну, это центральное место. Пускай учит дома и так далее. Что ты обычно отвечала им? Я признаюсь, никогда не могла, ну, вот до момента своей учебы в семинаре, никогда не могла сама только объяснить это место, потому что я знала, что было то, что мне дал Бог. И вот это написано в Библии, оно не соединялось в привычном толковании этого места. Я просто оставляла его для себя на потом. И я, наверное, могу похвалиться этим. Я училась в семинарии, где учителя, ну, и прежде всего, вот учитель Нового Завета, обладающий достаточно греческим языком, знанием, и герминетики преподавателей, гамилетики, он, это одно из первых мест, которые он теологически разбирал. И мне было уже потом гораздо легче, потому что это слышала не только я, вся семинария. Он дал культурно-исторический контекст, времени, когда было написано это послание, причины. Для меня это тоже было интересно. На двух словах могла бы ты поделиться? Во-первых, когда я училась, это для меня стало тоже новым правилом, что я передаю своим членам общины, что Библия написана была в определенное время, определенному адресату было написано письмо. И прежде всего, когда мы читаем эти письма, нам нужно хотя бы попытаться предположить, почему это письмо было написано. Ведь там была причина. Была причина. Как правило, мы читаем о ситуациях и догадываемся, как бы наш разум дописывает ту картину воображаемую, которая там была. Что-то мы из Писания видим, а что-то мы понимаем, что там было, конечно же, больше из того, что мы читаем, и вот там уже наша фантазия может гулять как угодно. И письма были написаны духовным отцом, по местным группам, по местным общинам. И, как правило, это были консультативные письма, связанные уже с проблемами. Они узнавали или о неверном учении, или о поведении кого-то, или о конфликтах. Мы узнаем о некоторых даже именах. И отцы писали письма, объясняя, как жить в той или иной ситуации. И в данном случае, что касается писем, где написано «Женщина домолчит», речь идет о конкретных конфликтах и конкретной группе. Конкретной женщине. Или группе женщин, которая негативно влияла на общину. И ничего нового нет. И есть такие ситуации, где я шучу, но я говорю «Женщина домолчит». Это не касается пола, это касается, я бы сказала, женской этики и поведения женщин в общине. И если мы затронем такой, может быть, интересный вопрос, это вопрос покрывала для женщин. Как относиться к этому моменту? То есть должна ли женщина быть с покрытой головой во время того, как она, например, учит или вообще, когда просто в жизни? Ну, опять же, не обойдешься с историей, когда читаешь этот отрывок. Я задаю другой вопрос. Если мы читаем о том, что мужчин нельзя отращивать волосы, точно так же, да, как женщине нельзя там их остригать или без покрывала ходить, и что это мерзость, я предполагаю, что ни в коем случае Павел не мог бы мессию назвать мужчиной, образ, вид которого является мерзостью. Ну да. Потому что его волосы не были острижены. Не мог же он это, вот именно это иметь в виду. Длина волос или внешний вид, безусловно. То есть как бы ты прокомментировала. То есть это также коринфская церковь, какие-то вопросы, связанные с историко-культурным контекстом, но не то этическое правило, которое нам необходимо использовать в нашей жизни сейчас. Глава в Коринфянам учит вообще об отношении к власти и демонстрации почтения о власти. И элементы покрывала и внешнего вида, это какой-то символизм, которым они могли бы выражать свое почтение к власти в то время. Но это письмо не является посланием учащим о внешнем виде. Это послание, которое учит о том, что необходимо демонстрировать вашу веру в то, как вы не общество, пропагандирующее матриархат. Скорее так, потому что общины, ну как это выглядело? Мы узнаем, во-первых, что там женщины учили. Уже даже из этой главы мы видим, что они и учили, и пророчествовали. И мы можем только предположить, что внешне это выглядело странно. Когда ты приходишь в новоиспеченную общину, чьи верования еще не совсем понятны обществу, здесь лидеры женщины. Что они пропагандируют? Они пропагандируют что? Матриархат, это матриархатное общество. Скорее всего, внешняя демонстрация, она могла смутить неверующих людей и то общество, где они находились. И они могли неверно истолковать взгляд этой общины. И автор учит о том, что внешними какими-то признаками показывайте, показывайте, во что вы верите, что вы не пропагандируете просто матриархат. Показывайте уважение к власти женщины, показывайте. Несмотря на то, что ты учитель, проповедник, великий апостол, и кто-то там бы не была, показывай, демонстрируй обществу, что если ты замужняя женщина, муж главенствующий в вашей семье, кем бы ты ни была здесь, вообще не подчеркни это. Есть разделение ролей социальных. Да, покажите это обществу, потому что они будут думать, что если ты здесь апостол, то и муж у тебя непонятно, в каком положении дома. Не научите так людей. Вот скорее, я так это вижу. Но на сегодняшний момент люди, которые приходят, например, из еврейского общества в еврейскую мессианскую общину, они узнают, что ты являешься пастырем. Не является для них это сложностью, вообще осознание этой мысли, потому что всегда образом руководителя еврейской общины это был седовласый старец, который раввин, образованный человек. Мы говорили о том, что образование, оно открыто для женщин на сегодняшний момент. Но образованная женщина, которая является раввином еврейской мессианской общины, не является ли это сложностью к принятию, собственно говоря, сути послания и, может быть, на какого-то нарушения вот этого вот этического момента. Каким образом передается послание того, что есть порядок, что на самом деле все на своих местах, и как выглядят эти места, собственно говоря? Можно немножко больше об этом? Я однажды была в одном месте, где собирались представители благотворительных фондов, и на стене были такие плакатики небольшие, и там были две фразы, которые я запомнила, они для меня ответ на сегодняшний день во многих ситуациях. Там было написано «Здесь присутствуют только те, кто должен был здесь быть сегодня». И следующий плакат «Здесь отсутствуют те, кто здесь сегодня быть не должен». Я думаю, что, конечно же, существует много мужчин и женщин, которым я просто не нравлюсь в этой роли. Но я знаю, что в нашей общине есть те, которые могут это принять. И это люди, которые возрастают духовно, приносят Богу плоды, и я знаю, что Бог радуется них. Они пришли, очевидно, для них это было нормально. И есть люди, которые приходят и задают вопросы. Они спрашивают точно так же, как ты спросил. И им отвечают, они говорят «Да, нормально, все хорошо». Удивительно, что возмущения и откровенные протесты я встречала только от гостей из церкви. Ни один еврей или еврейка из моего окружения никогда не задавались этими вопросами. Это удивительно. Может, они не читали просто Первое Коринфянам? Может быть. Поэтому их представление было вполне нормальным. Ну, времена такие. Женщина занимается религиозной деятельностью. Слава Богу, все хорошо. Сталкивалась ли ты с какими-то этическими проблемами во время своего служения, как женщина-равин, женщина-пастырь, женщина, давай скажем так, богослов? Что ты имеешь в виду? Ну, вот мы, например, понимаем, что иногда христианские лидеры, пастыря, например, они могут собираться вместе. И это достаточно непринужденные отношения. В какой-то момент они могут там вести себя как простые мужчины. И присутствие женщины, оно все меняет. Да. Оно все меняет. Как вот ты проходишь эти моменты? Я просто понимаю, что это нормально. И сегодня я не чувствую никакого дискомфорта, когда это происходит. Я понимаю, что мальчикам нужно побыть одним и ухожу. И все, и все нормально. Просто нужно дать время. И все. Это нормально. У меня очень много мужчин-друзей. И мы дружим с семьями, когда собираются вместе мужчины и женщины, и мужчины идут отдельно, они там жарят шашлыки, мы с женщинами сидим отдельно. Никаких проблем. Дело в том, что я принимаю себя, и поэтому у меня нет с этим проблем. Мужчины – это мужчины, женщины – это женщины. Но есть беседы или причина наших собраний, где это абсолютно не играет никакой роли. Если это богословие, при чем здесь? Скажи, сталкивалась ли ты в профессиональной своей деятельности с такими ситуациями, когда мужчины, они осознанно не хотели открываться тебе в своих каких-то вопросах, именно из-за того, что ты женщина, и избегали вопросов консультаций и так далее, и тому подобное. Как вы решаете вот эти моменты? Ну, конечно же, ищем пути решать. Если это вопрос, не связанный, может быть, с какими-то личными моментами мужчины, с которыми я разговариваю, то мы с ним встречаемся, и моя беседа проходит обязательно при свидетеле, и я открываю двери кабинета, в котором нахожусь, либо у нас такая практика, у нас кабинеты с очень большими стеклами, окнами, и они открыты. То есть вот это. То есть принцип тот же, как и мужчины-пастыря, консультируют сестер, только, скажем так, в обратную сторону. Скажи, пожалуйста, что бы ты могла посоветовать женщинам, которые находятся в еврейском служении, и, может быть, какие-то вопросы, связанные с этикой, что бы могло облегчить, возможно, их служение из твоего опыта, то, что ты уже проходила и понимаешь? — Необходимо расти однозначно. Это очень похоже на выживание евреев в трудные времена. Правда? Еврейские дети всегда учились лучше всех в классах. Я не знаю, как это сейчас в Израиле происходит, я там не живу на сегодняшний день, но в школах, я училась в физико-математическом классе, у нас было, может быть, три нееврея из 28 находящихся. — Да, была такая школа у вас. — Да, была такая школа. И на самом деле у нас были все там отличники. Но я лично считаю, что это совсем не потому, что мы генетически там вот такие меры. Нет, родители еврейских детей очень сильно следили за тем, чтобы они учились лучше всех, потому что такие фрагменты истории, как, например, ты не можешь пойти в вуз, потому что ты еврей, мы еще все помнили. И чтобы в этом обществе состояться, ты не можешь себе позволить быть, как все. Ты должен уметь лучше. Так учили, так выживали. И я хочу сказать сегодня женщинам, что да, если вы идете в это трудное место, вам нужно будет сделать гораздо больше, чем мужчинам. Это правда. Вам нужно учиться. И вот касательно этики, то, что ты задал вопрос, нужно прочитать дюжину книг, хотя бы даже о границах. Жены часто не справляются в семье с мужем, нарушая границы вот этих взаимоотношений мужчины и женщины. Когда женщина приходит к власти и вообще не понимает этих вещей, мне даже страшно подумать, что она может себе позволять, не понимая, что это недопустимо. Надо учиться. Я знаю, что твой муж, он находится также с тобой в служении. Как вы разделяете эти роли? Ты получаешься, ну, в общем-то, формально его пастор, да, и он как часть твоей общины. При этом, приходя домой, ты по-прежнему его супруга, и он твой муж, он твоя глава. Как вы распределяете эти роли? Дома он мне иногда напоминает это. Ага. Он говорит, так, женщина. То есть, если домой приходит пастырь, а не просто жена, он мне напоминает женщину. Ты не собираешься слушаться, но я… А ты не вызываешь его на ковер потом, как пастырь, за суровое обращение с женой? Наверное, самое ужасное, что может произойти в семье, когда есть подмена, когда служение приходит домой. Я сочувствую любой пастырской семье, кто бы там не был во главе, мужчина или женщина. Если в служении приходит домой, эти люди страдают, я так думаю. Вот. Но я… Мы мирно разошлись в служении. Мы… У каждого есть… У меня есть мое место в служении, у моего супруга есть свое место в служении. Но мы больше работаем, наверное, как команда. И у нас такие командные взаимоотношения. А в чем секрет таких отношений? Дружба. Дружба. Да. Что вы делаете, чтобы дружба была? Кушаем вместе, как обязательно еврейский вопрос. Проводить неформальное время. Неформальное время. Просто вот ничего не делать. Шашлыки там, я не знаю, там, вместе куда-то поехать. Просто быть друг для друга. Просто быть друг для друга. Хорошо. Спасибо большое. Дорогие друзья, Женское служение – это всегда непростое, но это всегда очень важное служение. Поэтому будьте открыты для Божьего действия в вашей жизни. Опыт Ины, он очень многогранен и очень непростой. Но я верю, что вы сможете также устоять на этом пути. Просто не бросайте. Ищите Господа. Творите Его волю. Радуйтесь. Получайте удовольствие от этой жизни. Вы, женщина, это здорово. В этом есть Божий задум и Божие благословение. Поэтому пусть вас Господь благословит. Хочи наши, сущие на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб нас, насущный, подавал им на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от рука, ибо Твое есть царствие, и сила, и слава вовеки. Аминь.